Здравствуйте! Вы смотрите передачи Таганрогской телевизионной сети. В эфире очередной выпуск программы «Обо всем понемногу». С вами я, ее автор и ведущий Евгений Токариан. 25 мая Православная Церковь отмечает один из дуно-десятых праздников Вознесения Господня. О нем сегодня рассказывает благочинный приходов Таганрогского округа иерей Борис Гущин. Христос, Воскресе, дорогие друзья, братья и сестры. Именно такими словами мы с вами приветствуем друг друга после праздника Пасхи. Вы все знаете, что на сороковой день после светлого воскресения Христова мы торжественно вспоминаем и празднуем особое событие Вознесения Господня. Это один из 12 великих, радостных, светлых, чистых праздников, которые есть в Православной Церкви. Он имеет свои особенности, свои традиции, богослужебные особенности. И вот об этом, конечно, нам рассказывает прежде всего Священное Писание. Это и Евангелие, и книга Деяний Святых Апостолов. Они говорят нам о том, что в течение сорока дней после воскресения Христова Господь являлся своим ученикам и наставлял их на всякую истину. Открывал им тайны Царствия Божия и обещал, что после Его славного Вознесения придет Дух Истины, Утишитель, который напомнит обо всем, чему учил Господь Иисус Христос. Писание говорит о том, что ученики Христовы после Вознесения, которое совершилось на Елеонской горе, вернулись в Иерусалим с радостью. И вот когда Господь Возносился, когда облако скрыло Его из виду апостолов, пристали два ангела, которые сказали о том, что таким же образом, которым Господь вознесся, таким же образом Он и придет к ним во время своего пришествия. А праздники Вознесения Господня нам напоминают на самом деле очень многие предметы, события, символика. Вы знаете, что существует множество храмов, соборов, обширнейшая иконопись есть, которая изображает это особое событие вообще в истории всего человечества. Господь Иисус Христос вознесся на небеса и сел одесную Бога Отца. Дорогие друзья, братья и сестры, я вас с этим днем, с этим торжественным праздником поздравляю от всей своей души. Желаю, чтобы радость и милость Божия вознесшегося Господа Иисуса Христа была со всеми вами. Христос воскресе, дорогие друзья, братья и сестры. Мы продолжаем знакомить вас с ассортиментом фитоцентра «Целебные травы». С вами руководитель предприятия «Целебные травы Северного Кавказа» Екатерина Олейникова. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о средствах, которые эффективно помогают облегчить боль в суставах. В первую очередь своим пациентам я назначаю сбор трав при полиартрите. Его нужно пропить курсом 3 месяца. Сбор обладает солевыводящим действием, снимает воспалительный процесс, облегчает движение суставов. Параллельно со сбором рекомендую принимать сабельник болотный в виде водного отвара или настойки. Принимая сабельник, можно избавиться от ревматизма, артрита, отложения солей в позвоночнике и шейных позвонках. Сабельник успешно борется со многими болезнями, которые считаются неизлечимыми. Он обновляет все ослабленные клетки организма, очищает их от вредных веществ и не оказывает никакого отрицательного влияния на здоровые органы. Сабельник способен спасти от преждевременной смерти, продлить жизнь в ее физиологических пределах и отодвинуть наступление старости. Апис мелифера, капсулированный пчелиный подмор, активизирует все метаболические и биохимические процессы организма, восстанавливает хрящевую структуру суставов и улучшает их движение. Помимо этого, пчелиный подмор содержит множество лечебных свойств, стимулирует иммунитет, снижает уровень сахара и холестерина в крови, регулирует артериальное давление, обладает антивирусным действием. Маклюра является непревзойденным средством лечения суставных воспалений, выводит соли, шлаки и токсины из позвоночника и суставов. Масло и мазь маклюры применяются при болях в суставах при полиартрите, артрите, артрозе, при остеохондрозе, радикулите, ревматизме, подагре, при пяточных шпорах, наростах косточек на ногах, при ушибах и растяжениях мышц и шиасе, при межпозвоночных грыжах. Помимо препаратов маклюры, на помощь при болях в суставах и спине могут прийти такие препараты, как тадикамп, мазь сабельник, мазь окопника живица, масло морозника. Более подробно о данных препаратах вы можете узнать в фитоцентре «Целебные травы» или на сайте лечаттравы.рф. А сегодня я прощаюсь с вами, желаю здоровья и всего наилучшего. До свидания. Вас ждут по адресу. Город Таганрог, улица Александровская, 79, ежедневно с 8.30 до 18.30. Телефон горячей линии 8 800 775 3191. Вот и пришло время нашего вкусного совета. Сегодня один из своих рецептов вам предлагает шеф-повар Вячеслав Волков. Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить свинину с яблоками в сметано-брусничном соусе. Для этого нам потребуются следующие ингредиенты. Свинина, яблоки, сметана, соус брусничный, мука, сок лимона, сахар, масло сливочное, масло растительное, соль и перец. Для начала очистим яблоки от кожуры. И удаляем у яблок сердцевину. Очищенные яблоки нарезаем дольками. Подготовленные яблоки обжарим на сковороде. На разогретую сковородку выкладываем часть сливочного масла. Часть растительного. Сами яблоки. Когда яблоки слегка обжарились, мы добавляем сахар и сок лимона. Наши яблоки уже готовы. И сейчас мы их будем заворачивать в свинину. Заранее отбитую свинину необходимо посолить и поперчить. Теперь подготовленные яблоки выкладываем на свинину. После этого необходимо сформировать пальчики. Оставшиеся яблоки мы будем использовать для декора. А пальчики перед обжаркой необходимо обвалять в муке. А теперь обжариваем пальчики на сковороде. Выкладываем оставшееся сливочное масло. Добавляем растительного. И выкладываем пальчики на сковороду. Пальчики необходимо обжарить с двух сторон. Для того, чтобы пальчики сильно не раскрывались, их надо сначала выкладывать на разогретую сковородку швом вниз. И тогда будет держаться структура более плотная. А теперь приготовим сметанно-брусничный соус для запекания пальчиков. Смешиваем в пиале сметану. Добавляем брусничный непосредственно соус. Перемешиваем. Добавляем чуть-чуть перца. Выкладываем часть соуса на дно противня. И добавляем воды. Для того, чтобы наши пальчики в процессе тушения не пригорели. Выкладываем пальчики на противень. И поливаем оставшимся соусом. Отправляем пальчики в разогретую духовку до 160 градусов на 20-25 минут. Наши пальчики готовы. Вытаскиваем их из духовки. И переходим к оформлению. Пальчики нарезаем пополам. И выкладываем в тарелку. А теперь польем пальчики соусом, в котором они запекались. Декорируем наше блюдо оставшимися яблоками. Пальчики и свинины с яблоками под сметанно-брусничным соусом готовы. Приятного аппетита! А теперь тренер Максим Рубель предложит вам небольшой комплекс упражнений, которые помогут вам поддержать хорошую спортивную форму. Закаряйся! Здравствуйте! Сегодня я вам покажу упражнение для спины, которое можно делать в домашних условиях. Первое упражнение – это лодочка. В данном упражнении прорабатываются мышцы пояснично-крестцового отдела. При опускании мы совершаем вдох, при подъеме – выдох. Данное упражнение выполняется в трех подходах по 20 повторений. Второе упражнение – это тяга гантелей в наклоне. Берем две гантели в руки, совершаем наклон и тянем гантели в область пояса. В этом упражнении главное – концентрироваться на мышцах спины и делать небольшую задержку в 2 секунды. Данное упражнение прорабатывает широчайшую мышцу спины. Нужно выполнять три подхода по 20 повторений. Третье упражнение – это подтягивания на перекладине. Прорабатываются широчайшие мышцы спины, ромбовидные, задняя дельта плеча. В данном упражнении можно выполнять три подхода от 12 до 15 повторений. Продолжается второй этап первенства ФНЛ-2 в зоне юг. Сегодня я расскажу вам об итогах третьего тура. Футболисты Таганрогского форта игру третьего тура проводили на выезде с командой «Биолог» Новокубанск. Первый тайм прошел с преимуществом гостей, которые много владели мячом, создавая опасные моменты у ворот хозяев поля. Открыть счет таганрогцам удалось на 18-й минуте встречи. Футболисты «Биолога» неудачно разыграли мяч у ворот Форте. Таганрогцы перехватили его, провели быструю контратаку. Шамиль Садуев, получив мяч, отбросил его чуть назад Алексею Горюшкину. Защитник таганрогца выполнил навес в штрафную соперника. И Радмир Машезов головой отправил мяч в ворота Олега Суворова. После забитого гола гости продолжали держать в напряжении оборону биолога, но увеличить счет так и не смогли. Во втором тайме инициатива перешла к хозяевам поля. И на 50-й минуте биологи смогли сравнять счет. После розыгрыша углового Денис Никитин навесил мяч в штрафную площадь Форте, и он, никого не задев, влетел в дальний нижний угол ворот Владислава Политаева. 1-1. На 75-й минуте таганрогцам представилась возможность увеличить счет. За снос Артема Коржунова в ворота хозяев поля был назначен пенальти. Но Дмитрий Лаврещев не смог переиграть вратаря биологов Олега Суворова. В итоге ничья 1-1. В Песчинокопском «Чайка» принимала Кубань-холдинг из станицы Павловской. Уже на третьей минуте встречи хозяева поля могли открыть счет. Даут Кискири отлично выполнил штрафной удар, но мяч после рикошета от головы защитника угодил в штангу. А уже на четвертой минуте арбит встречи за нарушение защитника хозяев поля Антона Синяка против нападающего кубанцев Ивана Матюшенко удалил нарушителя с поля. Оставшись в меньшинстве, подопечные Игоря Семшова сосредоточились на обороне, ища возможность для атаки. На 35-й минуте хозяева снова могли забить. Все тот же Даут Кискири выполнил отличный навес на дальнюю штангу. Владислав Волков выиграл у защитников кубанцев на втором этаже, но отлично сыграл вратарь гостей Вадим Лукьянов. А на 40-й минуте кубанские футболисты провели хорошую атаку, завершил которую плотным ударом в нижний угол ворот Никита Фадеев. Гости повели 1-0. Во втором тайме футболисты Кубань-Холдинга продолжили атаковать, и на 79-й минуте встречи павловчанин Аслан Дышеков прямым ударом со штрафного отправил второй мяч в ворота Чайки. Итог встречи 2-0 в пользу Кубань-Холдинга. В Волгограде ротор принимал лидера зоны Юг Новороссийский Черноморец. В первом тайме преимущество было у хозяев поля, которые смогли дважды огорчить гостей. На 30-й минуте Илья Сафронов, получив пас на ход из глубины поля от Резвана Умарова, вошел в штрафную площадь Черноморца и, мимо вышедшего ему навстречу вратаря гостей, отправил мяч в дальний угол ворот. 1-0. Илья Сафронов открывает счет в этом матче, наказывая Черноморец за ошибку, в обороне избивая свой девятый мяч в текущем сезоне. 1-0. Ну вот я только, не поверишь, Никита, я только хотел сказать, что сейчас пойдет... На 36-й минуте отличился Резван Умаров. Получив выверенный пас от Дмитрия Прищепы, он в касание отправил его в ворота Данила Фровкина. 2-0. Во втором тайме Ротор стал играть по счету и моряки перехватили инициативу. На 51-й минуте ошибся вратарь Волгоградцев Сергей Самок. После сильного удара Антона Антонова он отбил мяч перед собой и Степан Костюков добил его в ворота. 2-1. Отыграв один мяч, гости продолжали атаковать, но до конца матча счет так и не изменился. После победы над лидером Ротор переместился на вторую строчку в турнирной таблице, сократив отставание от Черноморца до 5 очков. Борьба за единственную путевку в ФНЛ становится все острее. А Би Вайден сейчас отталкивает всех. Ну что, поздравляем синеголубых с победой, они сохраняют шансы. Завершит нашу сегодняшнюю встречу небольшая прогулка по городскому парку Таганрога. Таким он был ровно 5 лет назад, в мае 2018 года. Прощаясь, я желаю всем мира, добра, отличного весеннего настроения и как можно больше положительных эмоций. Будьте здоровы! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!